8 июля. Мир прекрасен, но есть в нем червоточины, и их обитатели трусливые и невежественные. Идем в магазин, никого не трогаем. Суббота им дала дорогу. В аптеке провизор спросила, не боюсь ли я реакции людей на собаку. Я переспросила, о чем речь. Она парномордник. Я пояснила, что в холке нет 40 сантиметров, и люди в основном адекватные. Ага, вот что значит внесла негативную энергетику. Идем дальше, проходит мужик и говорит парномордник. Я ему про то, что знаю закон, а он типа, я сам закон, а я ему, вот и соблюдай. Возле магазина дитя тянет руки к собаке, а папаша начинает вонять. Я промолчала, я ведь человек культурный, стою в очереди, пусть сам пьет свой яд. Вот они, ничтожные, злобные, именно те, кто вносит раздор между всеми нами. Вся их токсичность в итоге их и поразит. Все справедливо. Не поддаемся на провокации, игнорируем злобу и неудовлетворенность. Все это сидит в их организме и отравляет. Толкаем в догонку то, что пытались подарить. Если мы не принимаем подарок, то он принадлежит дарителю. Вчера с другом ходили на гору, на гору. Там начинается лес. Я попыхтела, как древолюционный паровоз, пытаясь догнать своего пса. Он глянул на меня с высоты и побежал в глубину сосен. Какая прелесть! Воздух упоительный, запах влажной земли и трав. Аромат хвои не чувствуется, но очищает все. И душу, и тело. Грибов еще нет. Зато я нашла лесную клубничку. Позвала дружка, и мы ее разделили. Наша первая ягодка съедена. Сладкая вкуснятинка. На лужке она вся высохла. Такой зной был. Он загубил много трав и цветов. Обычно в это время богатейшее цветение благоухания. Грустно. Природа со мной поделилась листьями дикой смородины. Кустик примерно месяц назад беспощадно оборвали. Тогда листики были совсем нежные. Алчность человека не имеет границ. Невозможно было поверить, глядя на облодыши куста. Теперь листья отросли, новые. Я с глубокой благодарностью к земле и смородинке взяла только боковые и крупные листья. Этот кустик уже много лет дарит нам свою пользу. Живи, смородинка! Сейчас собранные листики своим духом обволокли все пространство комнаты. Аромат превосходный! Они разложены на разносе для сушки. Зимой волшебный смородиновый чай укрепит здоровье и порадует своим вкусом. Природа нам дает все, что нужно для жизни. Будем ей благодарны. Будет дождь. Звучит музыка ветра. Небеса серы. Тяжелая дума склонила мне голову. Я написала. Эти мысли оседают, как ил на дно реки. Как пустить их по течению? Что нужно делать, если ты не в силах исправить ситуацию в одиночку? Смириться? Отпустить ее? Высвободить замкнутую энергетику? Да, только так. Все будет хорошо. Выход всегда есть. Я учусь в такие моменты. Значит, терпение нужно мне. Вокруг происходит все так и для того, чтобы я научилась любить себя. Счастье в душевном покое. Тревожность осталась в прошлом. Наконец я поняла, что как бы я ни пыхтела, никогда и никому не было до этого дела. Все. Финиш. Теперь мой старт. Жара научила меня растираться по утрам и вечерам мокрым полотенцем. И какая это прелесть! Бодрячок такой и сон. Теперь главное не пугаться мурашек, которые непременно прибегают в ненастье и прохладу. Моросит. Время обеда. Куриный бульон с гречкой и ломать заливного хлеба придадут мне сил для продолжения письма. Немецкие английские языки уже до этого учила в одиннадцатом часу. Правда по одному уроку. В английском сейчас тема медицина. Так неприятно читать. У них там все мрут от рака. Мерзкая терминология. Много уроков. Будто там больше нет и все должны непременно болеть. Там будто тем больше нет и все непременно должны болеть. Гадость. Уроки пропускать нельзя. Все связано поэтапно. Терпение. Только терпение. Часто думаю, почему я не люблю замечания. Потому что их раздают те, кто сам запутан в пороках. Если мне преподносит критику благоразумный человек, поясняя объективно в чем мои неровности, то я выслушаю. Да я же даже если меня будут подкидывать. Сделаю вывод и приму к сведению. Причем не попусту. Что такое эго? Амбиции, самомнение, ничтожность. Точно пока не знаю. Но уверена, что благоразумия здесь нет. Ну вернее там нет в эго. Вчера я спекла пирог песочный с абрикосами и яблоками. Обошла истинное название и повесила ярлык половинка. Да потому что раскатное тесто складывается пополам. Защипывая внутрь начинку. Вкусно получилось. Пригласила соседку на чай. Общались почти до полуночи. За это время я несколько раз ползала по полу, убирая остатки кедровых шишек. А дружок тоже чаевничал шишками за компанию. Что-то похлебку не могу доесть. Желудок скукожился. Мало входит. Входит, выходит. Горшочек с медом. Винни-Пух хороший пример. Меньше жрите, господа. Войдем туда и выйдем оттуда. Восхищение. Сильное и большое слово. Да, оно вмещает в себя всю палитру истинных чувств. Природа не перестает дарить мне восхищение. Человек богатый умеет. Вернее, это не умение. Это пространство души. Богатый человек всегда восхищен. Он любит, ценит, бережет. Благодарит за свои чувства. Он непременно отдает счастливой радужности буйство.